Всем привет, всем доброе морозное утро. У нас мороз, ну, может, не знаю, 20 градусов, обещают еще похолодание. Я, вообще, день сегодня расписан. Вчера я провалялась, была выходная, и думала, будет один выходной. Чувствовала себя плохо, потому что наелась рыбы с кумбрией, которая населилась, и целый день мне болела голова. В общем, я делала только то, что рисовала свою картину. И плюс вчера мне пригласили на сегодня на встречу Дом Дружбы по поводу мероприятий, которые планируются в городе, и участия национальных коллективов, ну, короче, групп, которые проживают в городе Берске. В общем, какая-то работа по этому поводу. И, в общем, меня пригласили как активного человека. Не знаю, чем я смогу помочь. А сейчас я спешу. Ну, нужно мне зайти, поздравить всех с днем рождения с прошедшим. Я пообещала. И хотелось бы, конечно, и посидеть. Ну, может, где-то полчасика побуду, не в гостях. Вот. А не знаю, что там в Доме Дружбы побуду. Потом вам расскажу, как дела, и что, какое решение приняла, буду ли я принимать участие, какое или нет. Забежала вот до Родины. Почти не снимаю вам ничего, не показываю. Ну, вот. Как всегда. Вообще всегда здесь было... Ну, это же Новый год прошел, я уже не приходила. Может быть, и здесь была елка украшена. Даже не знаю, как я выпала вообще. Скорее всего, да, остались вот такие горки. Ну, да. Вообще выпала я из этого Нового года. Это мое настроение. Вот как настроишься. Света. Вот это вот левый дом, а там вот между такими колоннами, узкими домами, светом домом. В общем, мне осталось забежать совсем немножко. и полчасика, и потом поеду дальше. Ну, это вот туда, куда музей нужно ехать. Так. Оно кружится. Надеюсь, я восстановлюсь. Посмотрите, как меня встречают, каким столом. Сейчас меня накормят. Вот моя именинница, красавица. Интересно, я только скупалась. Ну, красавица. Коля... Я тебе еще крошку не налила, она уже фотографирует. Так я же тут типа спешусь. И самое мое любимое блюдо – опята. Это... Ой... Таташ, ты видишь, что пучка летит, а потом спягачет. Толбарь. Давно не была у... Ой, какие цветы, оранжерея. Вот как живут люди. Ты даже еще эту мое не показал. Смотри. У меня этот есть. Ух ты. Этот, как он называется? Рождественская звезда. Ух ты. Это они у тебя просто вот стоят и растут, да. Да, стоят и растут. И цветут. Вообще время пролетело, незаметно. Надо срочно мне бежать. А я говорю, и зачем идти? Посиди, поболтай. По лялякам. Она такую у нас по информации видит. Ну да, по информации. Ну пойду, я просто пообещала уже человеку, что я приду. Не хочу я. Какую тут дружбу народу? Я считаю, что дружба проявляется в том, что мы приехали, нашли себе здесь людей хороших. И вот дружба это и есть. Когда они разделяются на какие-то национальности все между собой. Ой, дружи. Как вот мы пойдем, как я буду? Не знаю, мне не ору. Я, если хочу попеть на своем канале, на них очень хочу идти. Ну пойду. Не идти. Ладно, ну скажу, а вдруг я неправильно представляю себе. Ну хорошо, ладно. Я же откажу. Сиди, развивайся. Сиди, развивайся. Смотрите, какие у нас бигборды появились. Рекламное место свободное. И я как бы не могу понять эмоцию Трампа. Кто понимает, что за эмоция у него на лице. Давненько мы не ездили на машине. И сегодня я на заднем сиденье. Едем на экскурсию. Ищем дорогу, по которой не ездят машины. Нам такая дорога очень нужна. Хотим поездить, покататься за рулем. Здесь на велике каталась. Это дорога в сторону Раздольного. Поселок Раздольный. Сейчас мы спускаемся. Будет река Гурменко. Видишь, я с не сейчая, а они по колье едут. А они же тоже должны съехать с кольей, чтобы у меня попрытили. Ну, может быть, они. То есть я буду по колье ехать. Из дачи, вот эта справа. Вот на ватрушках катаются. Представьте, вот горка. Дети. И вот проезжая. Ну, они, наверное, не доезжают на проезжая часть. Мы здесь хотели... Я хотела дом. На дачном обществе. В обл. против. Ну, вообще, конечно, как бы я туда добиралась в 10 вечера. На такси. А мы сейчас едем в поселок Раздольный. Он вроде как не принадлежит. Не знаю, город принадлежит или нет. Рота. Квартиры на земле. Надо вилять по дороге. Это плохо. Должен выбрать одну. Близень, чтобы недалеко. Нормальное расстояние было от края. И чтобы середина была нормальное расстояние. Ехать. Едем мимо каких-то дач. Видишь, у тебя дорога закрытая. Здесь, кстати, дорога левая поворачивается. То есть, мы нужно чуть-чуть ближе, прижать к правому борту. И, видишь, все. Я вот специально не ехал. Я с ним. Колесо прошло, где можно ехать. Нет, нет. Тут проезд зауженный. У нас движение здесь небольшое. Надо еще успеть поднимать в ковре. Может, надо остановиться. Опять туда затягивать. Колесо нырнет в стулку, прогалит. И все, руль не успеешь вовремя выкрутить тебя туда. И туда слетишь сразу. И руль в руках не вешать. Ну, все. Есть, есть, прям. Вот, тут уже можно газовать. Не надо газовать. Не надо? Машину почувствую. Куда газовать? Друзья, надо на вторую скорость включать. На второй скорости машина будет ехать 40 км в час. А сейчас мы едем сколько? А сейчас 20 км в час. На 40 я уже не управлю. И он перепугается. Котярку. В общем, нашли, как вы понимаете, мы дорогу, такую за городом, очень далеко. Дачи, дачи, а люди, оказывается, ездят по дороге. Я уже в своем возрасте не решусь учиться на машине ездить. Даже не хочу испытывать этот стресс. Наверное, когда, конечно, научишься, это удовольствие. Никакого удовольствия нет. Никакого удовольствия. Ну, ты же ездишь. Так я сколько лет езжу. Ну, наверное, когда научился, ты же получал удовольствие? Да, я с первого дня удовольствие получал, потому что мне хотелось. Я сел с первого дня и поехал. И скорость тебя переключал. Ну, ты меня отец дергал там. Нет, он меня не дергал. Понятно. Он на меня ругался, когда я на камень налетел. На большой, на большой. Еще в автошколу пойдет поучиться. Пойдет, пойдет. Вот поселок Раздольный, строительство коттеджей. Здесь автобус ходит сюда. Вот за городом такой поселок. Не знаю, как тут живется людям. Балконов нет. Балконов нет. И квартиры на земле. Вот тут по 3 миллиона стоят домики. Ну да, на 4 хозяина или на 2 хозяина. Если бы проехал ты по этой дороге мне. Можешь проехать? Как бы знакомые знакомых продали квартиру двухкомнатную. Купили здесь, не знаю, сотки 2, может быть, земли. Здесь они в подвальном помещении сделали кухню-ванну, по-моему, на втором. Как мансарда или как под крышей. В общем, в принципе, мне кажется, как задумывалось, как в Америке, может, коттеджный поселок. Ну, у нас люди, ну как вот, парники. Сейчас посмотрим. Стандартный дом продается, а потом к нему уже каждый достраивает, что хочет. Здесь газ. Они что-то еще строят, видишь? Ну да. Вот еще строят. Не знаю, будет здесь школа или нет. Как бы спальный район. Ничего, работы здесь никакой. Просто за городом. Куча мусора навалена. Ко двору даже и поедет, смотри. Колье и пикки. Не чистят снег. Ну да, конечно, проблемы получаются пики с очисткой снега. Даже по частному сектору в городе пишут, что не так часто машины ездят. Может, надо самим? Канализации, только у него даже нет. Не знаю, вот автодром. Мы не на автодроме будем. Продам. А это, видно, белокамерный, да? Я вот этот дом на углу тоже продается. Ага. Шесть миллионов. Да, шесть миллионов. А это дачное общество Заречное, по-моему. Продам, ну да. Ну да, здесь газ есть. Вот это считается дачное общество. А это Солнечное, улицей. Мы там тоже ходили, участки земли смотрели. Где-то там дорога куда-то пойдет, должна кирпичный завод. И вот уже мы подъезжаем к нашему району, к району. Интересно, к моим дачам есть дорога почищенная или нет. Уже надо начинать дорогу числить, парняки покупать. Какие-то готовятся к сезону. Вот эта улица, по-моему, речная. Улица продают наоборнику. Что там продают, ты говоришь? Наверное. Дерево какое-то, да? Строительный материал. Участок на углу продавался. Интересно, продали. А вот этот наш космический микрорайон. Участка этого нет. А здесь еще старые дома-бараки считаются. Заводская улица, да что-нибудь помню. Это частный сектор. А это там совхоз пошел туда. Это коттеджи. Сколько выстроили, пока мы здесь живем, сколько домов выстроено. И вот этот строй-регион-сервис, строй-регион строят эти дома. Они уже на этапе, даже еще только сдаются, уже квартиры выкуплены. А вот наш микрорайон. Магазин сдают. И мы живем, ну да. Куда мы поедем в магазин? Может, ярче. Давай ярче поедем. Егор, ты со мной пойдешь, да? У нас нет. Маски нет, у папы есть. Вот наггетсы, которые ты ел утром, наггетсы. Домашние. А сколько они стоят? Тебе такие наггетсы, не знаю, вот, с 19. Это куриное. Минимиратор, трипс, эмиратор. Трипс, инжер. Вот пицца, у нас там есть тесто. Пицца. Пицца сделаем, будем. Вот у нас курица. еще раз всем привет вот уже я дома мы покатались на машине дороги очень такие скользкие все там колея дрожит нашли до дорогу моей нет они по не очень нравится такие вот вылазки конечно ребенку хочется это попробовать я начинаю нервничать потому что мне кажется что папа очень строг но другой стороны может так и надо если не разбивались может так и надо настраивать человека на то что это ответственность едешь за рулем не просто так держишься за рулем конечно нужно учиться инструктора а сегодня приехали домой опять расстроились на машина на которой она работает там что какая-то авария произошла на работе с травмами и теперь опять начинает думать как там выходить на работу ну в общем надеюсь надеюсь все порешается не затронет нас не останется гола без работы хочу показать свою картину которую рисую не могу оторваться уже даже глаза болят ничего не видят другой раз в очки одеваю уже не знают они плюс 125 другой раз и эти какая красота тут еще вот осталось потом лак купить и все это покрыть на как бы натурально вот теперь по поводу моего визита в дом дружбы но это дом дружбы такая официальная организация которую нужно было организовать государство заинтересована в том чтобы народности национальности общались между собой не чувствовали себя какими-то брошенными более интегрироваться и так далее ну и как бы ну чтобы видели их там не знаю вот эта работа происходил я не сколько лет живу в этом году будет пять лет этому дома дружбы и особо нигде не принимала участия никаких мероприятиях просто есть люди наверное активные есть не очень и вот меня пригласили как представителя украинской диаспоры но я не могу сказать что у нас какая-то есть здесь диаспора и я тоже как бы закрытый человек особое у меня нет огромного круга общения и мы общаемся все подряд как мы как бы не делимся мы украинцы или русские единственное что когда вот я разговариваю мои покупатели сразу кто первый раз меня видит сразу слышит этот уговор украинский у всех какие-то навеивает это воспоминание о украине много родственников друзей и так далее особенно вот поначалу как мы приехали даже вот была такая например пример такой приведу познакомился мужчина со мной покупатель и рассказал что свое время он общался просто по интернету с мужчиной который и когда случились вот эти вот события война и он его пригласил просто вот не зная этого человека просто вот и они долго общались его и он пригласил этого человека они не родственники никто он приехал сам здесь жил у них в семье потом перевез оттуда приехала жена с ребенком и они уже как-то обосновались дальше уже живут устроить устроили свою жизнь вот что такое дружба народов когда мы жили в юбилейном и приезжали обычные люди привозили просто одежду какие-то гостиницы и потом мне кажется мы ничем не никто не отличается наше время очень сложно когда с украиной такая ситуация чтобы мы украинцы да там ностальгировали по чем-то украинском и оттуда уезжали как себе вроде как на родину вот мы люди рожденные в советском союзе россия это тоже как наша родина но с другой стороны понимаете мы все таки и люди жившие на украине считаем мы себя по национальности украинский украинцами прям 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 украинцами или просто как малая родина это наша украина тоже можно как проявить свою благодарность вот поучаствовал таких мероприятиях от нас особо ничего не требуется поэтому я буду думать смогу ли я кого-то организовать из бывших жителей украины для того чтобы по моему 26 июня будут проходить мероприятия на встречу были сегодня представители армян таджиков немцам казахстан переехавшие из казахстана ну вот и я вот как-то когда в таком не участие особо не принимаешь не знаю хватит ли у меня не нужно понять мне нужно понять сложили голове у себя какую-то идею что можно показать что такое дружба народа и выбер ну как бы мне хочется вот этого всего выпячивать это украинство хотя и мне ближе когда у меня это от души вот как чуть ли не экспромтом захотелось мне сегодня пить украинской песни я пою захотелось мне сегодня пить русские песни я пою или там тоже киргизскую я учила мне захотелось я тоже пою так что вот такие дела пицца готова сейчас мы будем есть пиццу и наверное еще я запишу небольшое видео сейчас мои размышления о состоянии моих ощущениях что происходит стороне особенно сегодня сегодня 23 на какой сегодня 23 23 января